всем привет ребята сегодня будем говорить с вами о том стоит ли грунтовать двп и чем пересмотрела уже множество других блогов художников все говорят о каком-то грунте естественно лучше грунт покупать заводской но опять таки мы можем с вами сделать его в домашних условиях нам для этого понадобится клей pva акриловый лак и акриловая краска у одной из художниц видела что она просто сразу грунтует акриловой краской пишет при этом на нем сразу практически маслом но я лично не очень хочу рисковать все же пробую в этот раз прогрунтовать именно с кого акриловым лаком а сверху уже нанесу тонкий слой акриловой краски которая мне послужит неким фоном который будет пробиваться возможно через картину которая планирую нарисовать как вы видите у меня в работе дтп небольшого размера 13 на 18 сантиметров в данном случае фирма роса купила и художественном магазине стоит они кстати очень доступно 4 гривны это шлифованная двп если брать допустим обычной мебель можно но если у вас нет своей машинки и сами не сможете порезать вот так вот ровненько это обойдется вам двое то и втрое дороже почему так объясню один рез а двп наших строительных магазинах стоит у 3 до 5 гривен поэтому реально вы потратите больше чем потратили бы купив все в магазине искусств также можно заказать на сайте если вам интересно где я заказываю и обычный двп и холст на двп я оставлю ссылочку в описании а и Продолжение следует... Продолжение следует... Оставляю хорошо высохнуть свой будущий холст-полотно и буду приступать к работе. Продолжение следует... Это уже не первая миниатюра. На ДВП немножко неудобно писать мастихином, особенно маленькие детали. Но я сегодня все же попытаюсь, насколько мне дадутся эти розочки. И сочетание голубого и розового, честно, меня приводит в восторг. Розовый он немножко успокаивает. В принципе... В принципе... Глазу приятно. Начну с фона. Смешиваю... Что у меня тут есть? Ультрамарин и... Индиго. С эйбелилами. Кстати, из красок в основном у меня в работе фирмы Роса. Это уфринский производитель. Также здесь буду использовать лиловую краску. В принципе, мне очень нравится цвет. Оно видно на палитре. Также у меня есть достаточно много тюбиков разных цветов китайской краски. Фирма называется Marius. В принципе, по качеству для начинающих сгодится. Здесь я еще использовала из этой линейки Marius. Prussian Blue. Также Yellow Green. И... Violet Grey. То есть серенький. В принципе, серенький вы можете получить и так, смешав. Даже индиго. Или черную краску с белилами. Что у меня здесь еще было? Фирма Роса. Зеленая травяная. И зеленая ФЦ. Кстати, зеленая ФЦ впервые купила. Здесь буду пробовать. Начинаю со срединок. И все-таки уже слой за слоем. Лепесточек за лепесточком. Буду укладывать наши розочки. Маленький формат все еще решила взять. Потому что как-то стремно портить полотно большого формата. Но если маслом, то в принципе не страшно. Если что не вышло, будешь просто сняли мастихином и не паритесь. Маленький это мой эксперимент. Что получится? В любом случае, даже для начинающих художников, сперва рекомендуют на бумаге пробовать. Отработать сначала на обычной бумаге. А потом уже переходить на ДВП, на холсты. С другой стороны, холст, наверное, все-таки приятнее всего. Реально удобнее, приятнее. Техника, конечно, будет отличаться. Работа с холстом, чем на ДВП. Но это такое удовольствие и втирать краску кистью. Распределяя, насколько необходимы оттенки. И когда вы можете поиграться с растворителем. Икра искать, сделать какие-то подтеки. Это тоже очень круто. На ДВП с маслом. Ну, такое. Не гарантирую, что получится. Вот так. Вот эти розочки. Это, наверное, все-таки мой старт в миниатюрах. Нет, вру. Мой старт в миниатюрах в яхты. Яхты я уже выкладывала. Потом были эти розочки. Потом будет яхта. Скоро выложу тоже с красным парусом. О работе другого художника. Свободная копия. Пион уже я выложила. Кстати, пион получился вообще замечательным. Даже не ожидала, что будет такой финиш. Такой результат. И сейчас у меня еще в работе две тыквы. Так как все-таки осень. Скоро Хэллоуин. Хоть мы и не празднуем его. Все равно как-то в доме хочется иметь интересный декор. Также планирую купить оазис и сделать на тыкве красивую экспозицию. Наверное, так это можно назвать. Букет, но на тыкве. Для того, чтобы немножко украсить дом. Разнообразить жизнь. Уднять настроение. Сегодня был первый день бабьего лета. К сожалению, мы все с вами понимаем, что пролиться она недолго. И снова будут дожди. И уже все будет холоднее и холоднее. Ну, хотя бы себе настроение немножко поднимем. Также у меня планируются ложки. Обычные деревянные ложки, которые мы с вами используем как кухонную утварь. Для того, чтобы что-то помешивать, размешивать. Для жарки. Думаю, у всех есть лишнее. Или уже те, которые надоели, хотели бы сменить. Или выкинуть. Да, им можно дать вторую жизнь. Покажу как. Следите за новостями на моем канале. Надеюсь, вам этот мастер-класс понравится. По этой картине с розочками рекомендую не брать много оттенков. Можно обойтись, допустим, кармином. Можно взять белило. Можно взять вот тот лиловый цвет, который виден на палитре. И в разных пропорциях повымешивать себе оттенки. Так, чтобы не нагружать свою композицию. Самой или самому не запутаться. Начинайте с простого. Видите, он со мной, наверное, здесь сыграл не очень хорошую шутку. То, что я намешала достаточно много цветов. И эти лепестки, они все-таки выбиваются. Не знаю, как насчет того, что продать в дальнейшем данную картину. Итог. Мне подходит. Но называть его полноценным художеством, полноценной картиной, да, я бы не стала. Проба пера есть. Мне она очень понравилась. Даже просто если взять в разрезе арт-терапии. Да, так как рисование, написание картин, это не мой хлеб. Это мое хобби. Я немножко стараюсь смотреть видео, мастер-классы, что-то пробовать. Обучаться. Так как в реальной жизни на художественную школу или институт какой-либо у меня нет. Да, нужно работать, нужно обеспечивать себя, семью, ребенка. Так что, учитывая количество стрессов, да, застрессованность нашей жизни, арт-терапия на сегодняшний день просто замечательная вещь. Для тех, кто может хотя бы час-два уделить этому хотя бы на выходных. Я не говорю, что по вечерам, просто на выходных. Вместо там прогулки или просмотра телевизора. Просто включить классную музыку, которая вам нравится. В последнее время я подсела на джаз. И в фоне видео вы сами можете заметить, да, играя джаз. Это просто замечательный выбор. И не бойтесь того, что у вас нету таланта, нету двой руки растут. Все реально приходит с опытом. То есть нужно себя просто сначала заставить сесть, немножко что-нибудь начать, включить какие-то видео уроки, мастер-классы по составлению композиции, по формам, где должна падать тень, где свет, что такое референс узнать. По моим видео можно узнать, да, как грунтуется, подготавливается холл, с на чем можно сэкономить. Это все есть на моем канале. Поэтому, ну, дерзайте, все круто. Никто не родился сразу с мастихином, с кисточкой и готовым шедевром. К этому всему приходит и приходит не за коцелево, а возможно даже за целую жизнь. Если есть таковое стремление, конечно. Я начинала с того, что у меня был послеоперационный период. Я сидела дома, находилась, особо не полежишь, не постоишь, не посидишь. Но в каком-то положении я нашла себе силы, чтобы отвлечься и от жаления себя, и от боли. Мплессы не все могут, к сожалению, в нашей жизни. Начала смотреть мастер-классы Базановой, Сахарова. И первой моей картины был «Ночный трамвайчик». Мне кажется, я уже об этом каком-то видео рассказывала. Но, тем не менее, с чего все началось. Задатки какие-то художественные. Да, у меня были. В школе я немного рисовала. Не ходила на олимпиады по рисованию. Но все это заглохло во время нашей школы, потому что у родителей нет денег на художественные материалы. Что тогда они стоили недешево, что сейчас, если так разобраться, то, в принципе, не скупая весь арсенал, можно обойтись малыми тратами. У меня даже есть несколько видео, где мы с ребенком заменили мастихины на вырезанные из пластиковых карт. То есть, угольную выдумку хитра можно выйти из этого положения, где-то сэкономить. Для старта даже обычных кисточек, которые продаются в их наборах или с акварельными красками, будет чем более чем достаточно. Попробовать себя в чем лучше? Впервые в акреле, в масле или в аквареле, или в пастеле. Выбирать вам, потому что акварель, мне кажется, она немножко вредная. Там нужно накладывать шар за шаром, по сути, тон за тонем. И выбелить, высветлить, и сверху не особо получится. В то время, когда в акреле, в масле мы идем от темного к светлому, то в аквареле скорее, наоборот, от светлого к светлому. Мне больше все, конечно же, импонирует масло. Опять-таки, возвращаясь к тому, что если что-то не понравилось, сгреб все у нас стихийно. У нас спокойно остается тоже полотном практически, нетронутая, да, с которой можно еще что-то сделать. С акрилом так не получится, акрил очень быстро сохнет, но если во что не получилось, вы можете или дальше наносить слои, закрашивая то, что было, или зашкурить, освободить полотно. Останется, возможно, даже какой-то приятный рельеф, который можно будет использовать в следующей композиции. И уже оттуда плясать. С акварель уже, если положил не тот тон, ну все, ты положил не тот тон. Сколько там, не пробуй его водичкой вымыть и промокнуть тряпочкой, бумажечкой, салфеточкой, особое положение не спасет. Я так пыталась рисовать портреты, да, в итоге, из-за того, что я сильно затемняла лицо, да, мои модели получились на лет 5 старше, если не больше. Есть у меня и картины в аквареле, которые стоят, в принципе, не знаю, отложить, просто как урок, и заново сесть написать, но мне нравится то, что получилось. Я даже такую картину повесила на стену. Если найдете на канале, это видео с опунцией, но как ее поэтапно рисую. Там есть проблема с тенями. В принципе, видено похоже, схожие композиции. Я думаю, что там не только играет роль то, как вы положили эти тени, но еще и качество бумаги и красок. Я решила сэкономить и для пробы взять китайские краски и достаточно доступную акварельную бумагу. Реально за пачку 20 листов я заплатила недорого то листу 50, то листу 80 гривен. Но для акварельной бумаги, чтобы вы понимали, это достаточно, достаточно дешево. Поэтому, возможно, получила то, что получила. Для старта, еще раз повторю, попробовать хоть на чем-то, хоть как-то, этого будет вполне достаточно. До покупки вообще вот этой акварельной бумаги рисовала в альбомах у ребенка, обычных альбомах, которые мы покупаем детям в школе. Играет музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 с тыквами благодарна за просмотр ставьте колокольчик пальчик вверх всем пока